МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На каждого фаталиста встречных полос не хватит. Санкт-Петербург. Пикап объезжает пробку по встречной полосе. Ему в лоб выруливает седан. О, ***! Ты видел? Офигеть! Вся страна видела, как пикап нырнул в кювет, чтобы не смять тщедушный седан. Что за новинка? Что случилось-то? Да он, дурак, по встречке летел. И ушел в этот, да? Ну, он свернул в этот канал. Он свернул в канал, чтобы в этот снесить прям. Надо было в этот канал, да? Да. Погожешь сохранить? Водитель сохранил, а мы показали. Кадры от нашего телезрителя Антона из Петрозаводска. Знак вождения по полосам. В сторону города две полосы, из города одна. Но водители на знак не смотрят. Едут по встречке. Уступают дорогу неохотно. И уверены, они правил не нарушают. Это значит, для инспекторов ГАИ есть работа на этом участке дороги. Стали свидетелем аварии? Увидели что-то необычное? Передавайте привет программе «Водить по-русски». Прям в лоб. Надо послать программу «Водить по-русски». Смотрите, запоминайте и правил не нарушайте. Не стоит даже пробовать убежать. Но некоторые пытаются. Беларусь. Город Браслов. Патруль ДПС развернулся вслед за подозрительным автомобилем. Водителю приказывают остановиться. Но он не реагирует. Жмёт на газ. Неудачный вход в поворот. Вылет на обочину. И полёт в кювет с переворотом. Лучше бы послушался инспектора. Но пьяные водители очень упрямы. Пермский край. Березники. Сверкая люстрой, на ночной перекрёсток вылетает патруль. И врезается в левый борт универсала. Удар закручивает машину и отбрасывает на тротуар. Полицейской машине тоже досталось. Нарушитель пытался сбежать. Но был задержан. Прав у шофёра не было. Украина. Город Белая Церковь. Два полицейских автомобиля преследуют Ниву. Пытаются взять в коробочку. Но лихач уходит по встречной полосе. К погоне присоединяется случайный свидетель. Догнали. Выдернули злодея из машины и уложили лицом в дорогу. СИГНАЛ. ПОЛИЦЕЙСКАЯ СИГНАЛ. ПОЛИЦЕЙСКАЯ СИГНАЛ. Все, отлично. Полицейский волокут скованного наручниками нарушителя, а свидетель комментирует. Вот такая п***ка что со свободы такое творил гнида? Пьяный. А что он там нациально? Он еще со свободой творил, гнида. Все, отлично. Все, мы молодцы. Оперативно, красиво. Бдительный гражданин и полицейский пожимают друг другу руки. А вокруг своего авто ходит женщина и рассматривает повреждения. Лихач на Ниве ударил. Что, достал вас, да? Ударил слегка, а отвечать будет по полной. Он машину догнал одну. Вот эту девушку я пострадал от этого ***. Стоп, правильно? Нет. Вставай! Не может встать нарушитель. Пьян в стельку. Поднимайся! Поднимайся, я его! ***. Вставай! Задержанного грузят в полицейскую машину. А он не желает. Растопырился. Полицейский нервничает. Что такое? Вставай! Что такое? Вставай! Вставляем? Ставляем его со свободы догоняли. Подачем только что гоняли за ним. В Ниве, кроме пьяного в дрова водителя, полицейские нашли еще два гранатомета. Вот так вот, да? Ты что, ***? Да, только если это только быстро мне. Быстро только в кино бывает. А для задержанного кино теперь надолго. Лет на пять. Поперечный курс – самый короткий путь к аварии. Москва. Иномарка вылетает на главную перед микроавтобусом. Шофер резко берет влево, на тротуар. А там, на остановке, девочка. Телезритель Алексей едва успел вывести машину из-под лобового удара. Микроавтобус побил иномарки передок, а ребенок в этой поперечной истории не пострадал. Новосибирск. Черный седан выскакивает на встречную полосу и разворачивает иномарку. Как же так? Смотрим еще раз. Универсал выехал на главную дорогу поперек шерсти. Ударил черный седан и выбросил его навстречку. Остальное мы уже видели. Из-под капота валит дым. Заметный ориентир для инспекторов. Подмосковный Серпухов. Внедорожник не пропустили. За что и получили в правую фару бампер и капот. Для кроссовера этот седан, что слону дробина. Инспекторы привычно огораживают место аварии. Этот перекресток им хорошо знаком. Здесь никто никому не уступает дорогу. Схему ДТП составили и внедорожник укатил. А водителю седана потребовалась помощь, чтобы вручную сдвинуть машину с места. Новороссийск. Кроссовер телезрителя Евгения тянут на буксире. Неожиданно со второстепенной дороги наперевес выезжает седан. Метит прямо в трос. Торопыги сигналят. А он так и норовит вклиниться между машинами. Стой, Лёв. Стой, стой, стой. Стой. Пускай объезжает. Но объехать водитель седана не может. На встречной полосе машины водители связываются по рации. Кто-то его зацепил, что ли? Не, не, не. Я от него чуть ли не на бордюр залез. Пускай объедет тебя и едет. Тот самый случай, когда поперечник и сам не едет, и другим не дает. Некоторые водители жить дружно не хотят. Ставропольский край. Водители не поделили дорогу и теперь делятся тумаками. Я хочу поснимать. Ой, в столе. Один из пассажиров пытается разнять водителей предупредительными выстрелами в воздух. Травма. Бойцы не обращают внимания на выстрелы. Ой, там четко. Нет, ночью никто не это смотрит. Женщина влезла в самую гущу драки и остановила внезапный поединок. Шесть. Это Россия. Да, Россия. Но ведут себя эти водители. Не по-русски. Водитель грузовичка перестраивается из крайней левой в крайнюю правую полосу. Ему истерично сигналит кроссовер. Шофер огрызается. Внедорожник блокирует грузовичок. Разгневанный водитель выходит разбираться. Ты что, не видишь, что я тебе сигналю? Вот на таком расстоянии... Шофер только приоткрыл дверь кабины. А хозяин кроссовера уже поменял мнение. Я не знаю. Я на праздник товарища, торопитесь, пожалуйста. Что вы поняли, жюри? Извини, пожалуйста. Залез ты, поехал отсюда. Быстро остудили водителя внедорожника. Обошлось без рукоприкладства. На дороге пешеход или на тротуаре правило одно – не зевай. Люди перебегают улицу по зебре. Машины останавливаются. Водители ждут. И еще одна девушка бежит. Ее предупреждают сигналом. Опасно. Поздно предупредили. Сбили девушку. Водитель выскакивает из машины, но барышня поднимается на ноги без его помощи. Владелец регистратора обращается к пострадавшей. Девушка, я сигналил вам. Я сигналил ей. В принципе, девушка права. Она знает правила. На переходе водитель должен уступить. Но о главном все равно забыла. Осторожность и внимательность никто не отменял. Москва. Пешеходы беспечно идут по выделенной велосипедной дорожке. Велосипедист отчаянно им трезвонит. А они и в ус не дуют. Наездник тоже упрям. Не сворачивает. Сбил паренька. Остановился. Сдал назад. И поинтересовался здоровьем. Все в порядке? Пешеход не пострадал. Пострадал велофонарь. Наездник подобрал его с асфальта. И продолжил путь. На ходу проверяет. Работает или нет. Пока проверяет, нарушает правила. Переезжает через дорогу. Того и гляди. Либо сам под колеса угодит. Либо еще одного пешехода собьет. Воронеж. Двое выпивох. Симулируют наезд на пешехода. Делают снимки на смартфон. Мнимый пострадавший позирует. Крупным планом поврежденная нога. Которая как бы попала под переднее колесо кроссовера. Подъезжает машина скорой помощи. Симулянты начинают объяснять медикам, что произошло. Очевидцы спектакля объясняют врачам. Ногу под колесо пешеход подставил сам. А симулянт возмущается. Обманщики блефуют. Пугают водителя полиции и журналистами. Хитрецы требуют, чтобы врач осмотрел ногу прямо под колесом автомобиля. Обмануть врачей не удалось. Нога у пьяницы не повреждена. А вот ветровое стекло кроссовера, по которому он ударил кулаком, тряснуло. Поэтому приезда полицейских симулянт ждать не стал. Ушел с места мнимого наезда. Даже не прихрамывая. Дорожный налог есть. А где хорошие дороги? Сергей из Рубцовска снял дорогу, по которой каждый день едет на работу. Пам, давай там поедем? Нет, мы здесь поедем. Где наша не выезжала? Маршрутку снимай, как она ныряет. Машина едет со скоростью черепахи. Пешеходам тоже не сладко. Пешеходам даже пройти не умеет. А, грязь. Нет тротуаров. И обочины тоже нет. Ну вот яма на яме. А улица не ходят, два маршрута. Вон, защиту кто-то оторвался, не бить. Не пройти, не проехать. Вот везде ход, везде пройдет. И проселок осилит без труда. И в реку нырнет. Да еще и с катером в скорости поспорит. На холм? Запросто. Пересеченная местность? Пожалуйста. Даром, что самоделка. Вот это по-нашему. По-русски. Куда спешит лихач? Нет у него ответа. Башкортостан. Отечественная шестерка вылетает навстречу. Зацепила бампер «Газели» и врезала сеномарки в лоб. От удара у шестерки отрывается колесо. Она встает свечкой и падает на дорогу уже полной развалиной. Очевидец подбегает к разбитой машине, но шоферу уже не помочь. Санкт-Петербург. Шашечник лезет в дамки. В чужую полосу. На мокрой дороге его заносит и бросает в попутный кроссовер. Водитель успевает увернуться, а торопыгу несет дальше, в универсал. Тот стоял на дороге и никого не трогал, а нарушитель его тронул. И умчал за горизонт. Не по-русски это. Трасса под Анапой. Жигули по обочине объезжают пробку у железнодорожного переезда. Следом иномарка залезла под КамАЗ. Шофер самосвала даже не заметил, что задел легковушку. Она была в мертвой зоне. Внимание, вопрос. Почему владелец иномарки не заметил КамАЗ? Иномарка не вписалась в поворот и вылетела на обочину. А потом навстречу. Грузовичок не выдержал лобовой атаки, ушел в кювет и встал на бок. Очевидец пытается открыть водительскую дверь, но ее заклинило. Шофер грузовичка сам выбирается из кабины. А вот водителю седана нужна помощь. За рулем ворон лучше не считать. Краснодар. Иномарка поворачивала налево, а прилетела ей справа. Кроссовер прижал машину к дереву. Водитель не может выйти. С одной стороны дерево, с другой кроссовер. Заклинило даже задние двери. Москва. Иномарка поворачивает налево. Две полосы, забитых автомобилями, ее пропускают. А вот этот седан нет. Две полосы водителей посмотрели на аварию и поехали дальше. А ротозеи остались у разбитых машин. Байкер мчит по городу Иваново. А Иваново, как известно, город невест. Вот одна повернула и вышибла парня из седла. Легкие ушибы и синяки. Отличный повод для знакомства. А зарегистрируют отношения инспекторы. В протоколе. Москва. Водитель фургона зевнул и догнал в тоннеле хвост пробки. Минуты на поезде не изменятся. Устроил паровоз из трех машин. Было или не было? Сейчас увидим. Иномарка вспыхивает на светофоре. Байкер показывает водителю. Горишь. Тот стартует, чтобы сбить пламя. Нет, не гаснет. Пылась, плылась, плылась. У пожарища останавливаются и другие водители. Все, 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 все. Огнетушитель должен быть всегда. В Мурманске суровая зима и самоуверенные водители. Вездеход застрял в снегу рядом с подъездом. Сергей снял для нашей программы эти кадры. Внедорожник буксует, но четыре ведущих колеса не помогают. Водитель достает из багажника лопату. Подкопал передние колеса. Машина не с места. Снова лопата. Не выезжает автомобиль. Пытается, но не может. А людям не войти, не выйти из подъезда. Женщина с покупками мерзнет и ждет. Все руки себе сумкой оттянула. В сугроб поставила, пока водитель за песочком бегал. И под колеса его щедрой рукой. Выбрался, наконец, из ямы. Девятка задымила. Водитель выскакивает из машины и не замечает. Его волосы горят. Телезритель Руслан предупреждает шофера. Ката? А ничего, тушил тебе башка? Рук, у тебя башка горит. Как тушить? Да головой в сугроб. Сбил пламя, сел за руль и дальше покатил. Огнеупорный богатырь. Бить нужно меньше. И не за рулем. Рязань. Водитель кроссовера не дает таксисту себя обогнать. Тот выбирает момент, обходит внедорожник и начинает учить неуступчивого шофера. Но владелец кроссовера таксиста объехал. Теперь достается другой попутной машине. Пассажир на ходу высовывается из такси. Он явно не трезв. И чем-то недоволен. Тут же таксист резко тормозит. Он едва не въехал в корму. Прямо у поста ДПС. Хозяин кроссовера тоже остановился здесь. И он тоже недоволен. Манерой вождения профессионала. Крутит пальцем у виска. Читаем по губам. Ты дурак? Еще один недовольный водитель в компании с инспектором ГАИ. Полицейский просит всех съехать на обочину. А вместо этого таксист резко уходит в отрыв. Недалеко ушел. Догнали, скрутили и лицом в капот уложили. Пьяным оказался и таксист, и его пассажир. Эксклюзивное видео от сотрудников ГАИ Вологодской области. Полицейский останавливает машину на ночной дороге. Его напарник подгоняет автомобиль так, чтобы все действия нарушителя снимала видеокамера. Вовремя переставил машину патрульной. Перелезали! Водитель перелез на заднее пассажирское сидение. Инспектор открывает водительскую дверь и просит водителя. Вылезай! Не вылезает. Делает вид, будто его за рулем и не было. Но все доказательства есть. Водитель мигает фарами. Просит пешехода «дай проехать». А тот и не думает вставать. Присел на дорожку. Приятель пьяницы тоже присел. Но в сугроб на обочине. Таких пешеходов объезжать лучше за версту. Что наш телезритель и сделал. Эксклюзивные кадры от автоинспекторов Красноярского края. Патруль ДПС остановил иномарку. За рулем девушка. В салоне висит перегар. Полицейские просят барышню пройти в патрульную машину. Вы согласны пройти освидетельствование драгером «Алкатес-68-10»? Конечно, согласны. Прибор готов к использованию. Набирайте воздух и продувайте. Хорошо, нормально. Наберите воздух и нормально продуйте. Можно я выйду и зайду? Нет. Я зачем? И продую потом. Я смысла ваших действий не пойму. Я вам предлагаю пройти освидетельствование. «Алкатес-10»? С камеры снимают? Да. Камера постоянно снимает. Что, дует до конца? Да, до конца. Дуйте 5 секунд. Вот как шарик дуйте и все. И девушка начинает дуть. Дуйте, 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 дуйте. Вы не дуете. Дуйте, 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 дуйте. Вы не дуете. Ну, как дуете? Ну, ровно дуете. Вы шарики дуете или нет? Да у меня объема легенда. Не надо там объема легенда. Вы нормально, муштука, обхватите губами. Он индивидуальный. Да, правильно. Вторая попытка. Дуйте, 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 все. Он написал, он отчелкнул, пишет, ждите. Пишет, ждите. Идет анализ, он сам автоматически. И тут на приборе загорается красный огонек. 1,04 миллиграмм на литр. Тут достаточно большой показатель. Да. Да. То есть у вас явно, как вы говорите, бутылка пива, явно не бутылка пива. Ну, я не бутылка, а бутылка пива. То есть это на порядок больше? Больше. Девушка удивлена и настаивает. Она трезвее прибора, в который только что дула. Так, с данным свидетельствуем согласны? Нет. То есть не согласны, да? Да. Обманывать этот водитель в юбке может только себя. Стали свидетелем аварии, увидели что-то необычное. Передавайте привет программе «Водить по-русски». Он на тебя себе, он на жёлтый едет. Вот тебе и привет по-русски отправим. Смотрите, запоминайте и правил не нарушайте. Не ты, так в тебя. Так грустно шутят те, кто правил не нарушает. Челябинская область. Белая иномарка поворачивает налево и получает справа от чёрной. Всё это видит инспектор. Кто ж так поворачивает? Не по-русски. Карелия, Медвежьегорск. Таксист свернул, не глядя. И велосипедист полетел кубарем, лицом в асфальт. Паренёк поднялся и перебрался на тротуар. Там безопасней. А таксист даже из машины не вышел. Сочи припаркованную иномарку впечатывает в забор седан. Несколько секций решётки срезало, как бритвой. У тарана на колёсах, на ветровом и заднем стёклах знак «Новичок» за рулём. Новичок не пострадал. Сработали подушки безопасности. Из-за сугроба выныривает легковушка. Телезритель Павел резко уходит влево, через встречку на просёлок. Ещё какой молодец. Влететь в историю и попасть в нашу программу можно легко. Главное не улететь с дороги и вести свою машину по-русски. Ваш видеорегистратор включён. Счастливого пути! Счастливого пути!